научить, чтобы мы куда-то пришли, чтобы мы имели в этом благословение. Давайте все вместе. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажетях, водишь меня к водам тихим, подкрепляешь душу мою, направляешь меня на стези правды ради имени Твоего. Но если даже я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу на виду врагов моих. Ты умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в Доме Господнем многие дни. Аминь. Сильно, а? Скажи сильно. И много споров вообще в христианском мире сегодня особенно происходит по поводу того, вообще Бог благословляет, не благословляет. Нужно ли собирать жертвы? Не нужно. Нужно ли давать десятины? Не нужно. Нужно ли жертвы? Много разговоров ходит об этом. И знаете, у всех по-разному. И мы должны научиться, наверное, понять какой-то свой путь. У каждого свой путь индивидуальный. У меня есть несколько опытов, когда Бог меня благословил. Несколько свидетельств, несколько опытов, которые реально благословил меня Бог. Как это происходило? Был момент, когда мы служили в Искитиме, и нам подарили шестерку, машину шестерка, чтобы мы ездили, чтобы мы служили. У нас была чужая четверка, у нее фары вот так смотрели, она вот так ехала. Я не знаю, как она ехала. Я помню, что нам ее дали на время. Я помню, она ездила ровно столько, пока я ее хозяину не отдал. Хозяину отдал, он проехал 300 метров, она встала и больше никогда не заводилась. Но она такая была, это не говорит о том, что я ее такой сделал. Она такая была, она просто ездила, я не знаю, ангелы там хранили. Поэтому я верю в ангелов, что такие машины не ездят. Во-первых, я ездил год целый без прав, просто получил слово, если Господу угодны пути, то он и врагов примеряет. На тот момент милиция, да, сейчас полиция, были враги мои. Но я был неизменен, и я видел врагов. Когда я видел, проезжал около поста или гаишников, видел, я как-то начинал как-то нервничать, понимаешь. Вроде все нормально, вроде никакого преступления. А какой-то, вот знаешь, как это, как я рассказывал, да, мышечная память. Осталась мышечная память. И жена постоянно говорит, ты что дергаешься, что с тобой происходит. Ну, что у нас, что-то не так. Я говорю, да вроде все так, ну, как бы, знаешь, вроде все так. И вот мы год ездили, мне нужно было ездить в домашнюю группу вести в Искитим, и мы ездили, там была вот эта вшивая горка, да, там такие лютый пост был, да, его все знали, всех тормозили. Нас почему-то не тормозили. Нас не тормозили, вот ни разу не тормозили. Не тормозили ровно до той поры, пока мне водительское удостоверение вновь не выдали. Вот с этого дня нас стали тормозить. Я видел в этом руку Господа, но я не ездил по своим делам. Я понимал, что это неправильно, это не по моей вине. Я просто говорю, Господь, я еду служить Божьим детям, Ты меня туда послал, и Бог давал милость. Мы не должны в этом укореняться, понимаете, в каких-то вещах. Ах, а я там бесправ, я там… Нет, мы должны честно приходить к Богу и говорить, почему, куда ты едешь, для чего. Ну, понимаешь, да? И Бог будет милостью своей покрывать. А что я хотел вам рассказать? Да, и вот эта шестерка, которую нам, видать, я не знаю, кто-то, видать… Были моменты, когда я к церкви подъезжал, и я оставлял машину свою подальше, потому что там были крутые машины, а мне как-то было стремно. Я лучше, думаю, пешком пройду. И вот были такие моменты, когда тебе лучше пешком пройти, потому что пешком как-то более, скажем, солидней ты выглядишь, чем ты подъедешь на такой. Ну, и вот нам благословили шестерку, мы на ней ездили. А это гораздо лучше, чем четверка была. Хоть там были и цыганские ковры, прибитые на дверях, вот утепление такое с печкой там было напутано, решили, видать, может, цыгане на ней ездили. Не знаю, кто на ней ездил. Но суть в том, что нам благословили вот эту шестерку. Я помню, как был призыв о том, чтобы там где-то в Бийске строился храм. И я помню, как Дух Святой мне проговорил, ну, поучаствуй в этом храме, посею эту шестерку, отдай. Понятно, мне нужно было посоветоваться со своей женой. Я говорю, жена, вот такая мысль, такая вот пришла, такая идея пришла. И она почему-то с радостью согласилась. Не всегда так бывает. И мы посеяли. И знаете, ровно через год, ровно через год я поехал на конференцию. У нас родилась дочка, вторая дочка родилась, которая вообще была, не умела ездить в общественном транспорте. Я не знаю, откуда это взялось. Первая дочка, она умела ездить в общественном транспорте. Я помню, ей был, по-моему, год или сколько я с ней ездил в Благовещенск на конференцию. Я, без мамы. Мы сели и четыре дня в поезде ехали. Она просто там умница. А вот вторая дочка, она тоже умница, но она почему-то не любила общественный транспорт с детства. И она там закатывала такие просто концерты, что бабушка, когда ее везла с той стороны, например, ей нужно было просто сесть на метро и доехать до этой стороны, до Маркса. Ей приходилось делать четыре пересадки, потому что она падала на пол, каталась там, орала. И она, ну, так, чтобы люди возмущались, что вы успокойтесь, что с ребенком. Ей приходилось через остановку выходить, садиться опять на транспорт, опять ехать, опять она падала, опять. Ну и вот в этом мы жили все. Я помню, поехал на конференцию, это было через девять месяцев. И первое благословение, да, когда Бог мне, просто человек подходит, да, после конференции, человек дает мне ключи от машины и говорит, Бог мне сказал отдать тебе ключи, представь. Для меня это было вообще что-то из фантастики вообще. Это как так? Я просто говорю, Господь, я недостоин, я думаю, это все. Я, ну, я не буду углубляться во все вещи. Я знаю, когда мы откликаемся, да, ну, вот когда мы, вот эти побуждения, которые Бог дает, когда мы откликаемся, Бог благословляет. Эта машина, она была, ну, гораздо дороже, гораздо дороже, чем вот эта. Если это стоило там 60 тысяч, у нее за 60 тысяч рублей продали, то та стоила там в районе 300 тысяч, которую нам, ну, подарили, мы на ней ездили, потом куда-то мы ее делили. И вот мне благословляли, и я вот в своей жизни благословлял, скажем, ну, вот прям вот явно человеку, да, когда Бог говорит, вот, ну, там, думаю, три раза у меня такое было. И мне благословляли тоже три раза. Тоже на конференции, на другой конференции тоже мне человек, пастор подошел, вот, и тоже отдал мне эту ПТС-ку, или как она называется, ПТС-ку. Вот, 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 ну, это такие вот вещи происходили. То есть, это не придумаешь, это не придумаешь, это человек не может, это все делал Бог. Но я понимаю, что, ну, не для всех это. Наверное, не для всех. Не все так могут. Но Бог, Он любит всех, и у Бога есть, наверное, для каждого какие-то ключи. Да? И я сегодня, я думал раньше, что это, ну, возможно, наверное, всем. Сегодня я уже сомневаюсь. Сегодня я уже сомневаюсь, потому что, когда говорят, вот, ты жертва, и все у тебя будет четко, я уже побаиваюсь этого. Ну, правда. Вот, потому что, ну, не только от этого, ну, все зависит. И не всегда это работает как-то. И мы должны в этом вопросе разобраться сегодня. Разобраться. Это даже за сегодня мы не разберемся, ну, Господь, пастырь наш, и мы ни в чем не будем нуждаться. И каждого Он ведет на злачные пажити, да? Во-первых, уверуй в то, что есть твоя злачная пажития. Есть твоя сфера, может быть. Есть твой бизнес там, я не знаю. Есть сфера, в которой Бог желает тебя благословить. Вот есть для тебя. И нам нужно найти эту сферу. Ефесянам 4. Ефесянам 4 глава 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы более вы не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердец их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Христе, вы научились в Нем, так как истина в Иисусе». И дальше он говорит. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в бальстительных похотях, обновиться духом ума вашего, облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости и истине». Дальше. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Не давайте место дьяволу, кто крал впредь, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Если бы было все так просто, то такого послания бы не было. Он говорит. «Кто крал, впредь не кради». Ну, знаете, на этом не остановка. Вот я там, ты крал, ты прочитал, не краду, ну, не кради, ну, не кради, есть заповедь, не кради, все, перестал красть. Но на этом как бы не останавливаются. Он говорит. «Кто крал, не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было с чего уделять нуждающимся». Есть нужды, и мы никак не сможем их решить. Вы знаете, нам нужно, вот у нас благословенная церковь. Я вот сегодня читал притчу, 31-ю притчу, там написано, кто нашел какую жену, добродетельную жену, жена ее там, цена ее лучше жемчуга. И там перечисляется, что есть добродетельная жена. Во-первых, она делает добро, она там трудится своими руками. Вот прочитаю. Она там добывает там то, она трудится твоими руками. Я вот сегодня посмотрел, у нас сестры вообще благословенные. Они делают полезное своими руками. Кто-то делает брови, кто-то делает ногти, кто-то делает, что делает? Ресницы. А это не одно и то же. Брови и ресницы, это не одно и то же. Самое главное понять, а то придешь на брови, а тебе сделают ресницы. Кто-то ногти делает, кто-то там еще что-то делает. Это полезное. Во-первых, мы должны научиться делать полезное. Ну вот если это не работает, если ты вот жертвуешь, что-то ждешь, ну это не работает, но есть другой путь. Чтобы что-то иметь, чтобы иметь благословение, есть другой путь на самом деле. Полезное своими руками. Нам нужно научиться работать качественно, потому что полезное, это значит качественно. Потому что я раз в жизни я ходил на маникюр, кто-то меня объяснил, что надо идти на маникюр, я пошел. До сих пор у меня ногти не восстановились. Кривые какие-то растут. Раз! Как бабка отшептала, понимаешь? Купил себе ножницы хорошие, подстригаю вообще. Ничего не надо, понимаешь? Вот, да, своими руками делаю себе полезно. Потому что, знаешь, ну на самом деле бизнесменов не так много. Многие возобнили себе. Кто такой бизнесмен? Бизнесмен это тот, кто может работать головой. Но не у всех голова работает. Ну реально. И проблемы, что многие братья возобнили о себе, что они бизнесмены, но они оказались не бизнесменами. И при этом они не хотят, ну кто-то умеет работать руками. Реально, дано. Вот есть люди, вот у нас Женя, он все умеет. Сантехника, краны там, не знаю, он все умеет делать. Все, все, к чему бы он не прикасался, он даже если не умеет, он знает, как сделать. Если даже не знает, он быстро научится. И таких людей, это, а сегодня, друзья, это дефицит на самом деле. Сегодня это дефицит. И сейчас, вот при сегодняшнем раскладе, да, что много парней ушли, и они, многие не вернутся никогда, да, на СВО. Кого-то выгоняют из нашей страны, кто плохо себя ведет, к себе на родину, и слава Богу, здесь не надо плохо себя вести. Если ты приехал, то будь человеком, в гости приехал. Ты здесь, ну, как бы гость, и ты должен понимать. И поэтому сегодня, почему, почему, мы, мы сами даем место, понимаете? Мы сами, нам нужно что-то изменить, вот внутри где-то, пересмотреть. Когда мы росли, да, вот в эти года, да, было как бы вот, ну, как бы было неприемлемо работать своими руками. И мы пожали, потому что мы взяли и схавали эту идеологию, понимаешь? И мы пожали, целое поколение пожало. Поэтому женщины пошли работать, а мужики пошли пить, там, и тому подобное. Женщины, у них выживаемость намного больше. Потому что, когда вопрос становится детей, они уже, им все равно, стремно это или не стремно, там, как, они идут и делают. Мужики, они, у них же статус, они, может быть, притчу там конец прочитали, что муж должен у ворот сидеть. И вот они сидят у ворот, ждут с моря погоды. У нас благословенная церковь, у нас и братья, я говорю, у нас и братья работают, трудятся своими руками. И второй момент, да, вот даже вот сейчас идет вопрос покупки церкви, ну, храма, здания. Я понимаю, что это не вопрос, я понимаю, что есть люди, которые нам помогут извне, есть такие люди, которые говорят, я тебе дам, вот если ты будешь строить храм, да, я знаю тебя как служителя, я вижу твою жизнь, я вижу, что ты делаешь для Христа, я буду участвовать, я дам там хорошую сумму, это первоначально, да, я буду участвовать. И таких, такие люди есть, пасторы есть, ну, они такие есть. Но я понимаю, что мы не можем надеяться, что кто-то откуда-то нам поможет, и мы вот такие зайдем, и вот будем вот там веселиться, радоваться и тому подобное. Нет, что-то должно внутри поменяться. Но если у тебя не хватает мозгов быть бизнесменом, но если тебе не дано, ну, значит, может быть тебе подумать и какую-то профессию приобрести. Вопрос, ну, как бы, наверное, лени что ли. Лень, порой она вперед нас родилась, и мы вот, потому что я знаю, что есть люди, они работают на наемной работе, они трудятся своими руками, просто они зарабатывают хорошие деньги, на самом деле, хорошие деньги зарабатывают. Даже в такси некоторые люди работают, но зарабатывают хорошие деньги, просто научились, просто работают честно, здраво работают, и у них все это получается. Второе фессалоникийцам, третья глава. Поэтому мы должны заниматься самопознанием, и чем быстрее мы поймем, кто мы, и какие у нас дары, какие у нас таланты, тем будет лучше. Аминь. Второе фессалоникийцам. Давайте, наверное, выведем на экран с 1 по 16 стих. Интересно. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Смотрите, он вообще как бы не заботится особо о росте церкви. Кто-то говорит, лишь бы люди пришли. И не важно, какие люди. Порядочные или беспорядочные. Не важно, лишь бы вот толпа была, чтобы можно было сфотографироваться и сказать. Но он здесь говорит о качестве. О качестве. Он говорит, я бы хотел избавиться от некоторых людей. Он не боится избавляться от некоторых людей. От лукавых людей. И дальше. И чтобы нам но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. И дальше. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Стоп. Сильно. Это не для это слово не для церкви этого времени. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Понимаешь? Сегодня этот термин повелеть кому-то что-то и быть убежденным, что он это исполнит, это не для сегодняшней церкви. Сегодня нужно уговаривать, сегодня нужно правильный подход подобрать, сегодня надо вот так или вот так может быть вот так, а может быть вот так. В первоапостольской церкви там совсем другие были термины. Там есть в Тито, он говорит, я приказываю тебе, ты сын мой в Господе, я приказываю тебе сделать вот это и вот это. Здесь он повелевает, не уговаривает. Что такое повеление? То есть нет выбора по сути. Он говорит, я знаю, что вы это исполните. Вот такая церковь, она способна что-то сделать. Церковь, которая уговаривает, там вот, знаешь, там вот, вот, уговаривают, вряд ли эта церковь, она будет влиять на что-то. Я сам, ну, как бы, ну, не люблю повелевать людям, люблю, чтобы люди сами догоняли, сами понимали, сами исполняли. Мне больше такой подход нравится, но здесь он говорит, что мы вам повелеваем. И дальше. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли вы от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременять кого из вас. И дальше он дает, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Ничего не делают, но суетятся. Представь, что такое вот ничего не делают, но суетятся, да? Такое, как чайки, да, знаешь, такие, суетятся. Ну, понимаете, да, так, как бы, есть, ну, такие в миру были, сейчас-то нету у нас, тут в церкви не осталось. Как бы ничего не делают, но суетятся. Кто-то работает, а они суетятся. Ну, какой-то праздник, да, я помню, когда мы приходили в церковь, когда мы объявляли, что мы церковь, и мы говорим, мы будем жарить шашлыки, мы всех зовем, и кто-то суетиться начинает. Потом говорит, давайте пойдем в пост, будем молиться, и вот этих суетящихся, да, их гораздо меньше становится, понимаешь? И вот он здесь об этом говорит. И он говорит, он говорит, не то, что мы не имеем власти, да, апостол, он пришел, он трудится, и день и ночь, он показывает образец, он показывает пример, он говорит, мы имеем власти и не работать. Помнишь, там еще в Писании есть, ни один ли я и Варнава не имеет власти и не работать. То есть, понимаешь, есть власть, которую дают Бог не работать. И мы должны понимать, вот знаешь, я помню, когда я пришел в церковь, Бог начал мне открывать такие большие вещи, что ты будешь служить, ты такой служитель, и я не хотел работать, я думал, что я служитель, и мне не надо работать. и Бог меня просто взбодрил меня так хорошо. Когда мне не дали зарплату, сказали, ты плохо работаешь, я говорю, я же помазанник, неважно, на работе нет помазанника, на работе надо работать. я пошел, а мне надо было домой, там дети есть хотят, жена, я прихожу домой, я пошел молиться, говорю, Господь, что за ерунда, я же такой помазанник, почему они со мной так поступили, почему такое происходит. И Бог мне сказал, я хочу, чтобы ты научился работать. Я хочу, я услышал, я понял. Я не за того, что я просто не понимал, что я не имел на тот момент власти не работать, не имел, мне нужно, он говорит, я хочу, чтобы ты научился работать. Я пошел на работу, на ту работу, которую я презирал, красить подъезды, красить потолки, шпаклевать, штукатурить, и до какой, ну, я чего-то достиг в этой сфере. Почему? Потому что я понимал, Бог хочет, чтобы я научился работать. Но пришел момент, когда Бог мне сказал, с этого момента ты не будешь нуждаться в хлебе. И он дал мне власть. Скажешь, что я там мега, там это, нет, но я не нуждаюсь в хлебе на самом деле. Не нуждаюсь. По сей день Бог сказал, пришло время, я перевожу тебя. И вот если бы я не был верный в этом, Бог свидетель, как я трудился, как я там эти обои оклеил, я звезд с неба не сцеплял, я понимал, что я не бизнесмен, хотя хотелось быть бизнесменом, глядя на братьев, которые занимались бизнесом, у них неплохо получалось. Но я понимал, что это не мое время, я понимал, что мне нужно трудиться. Мне нужно трудиться и служить Богу. И это в приоритете. Я это понимал, друзья. Дальше. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, что они, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает Слово нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ними, чтобы устыдить его. Дальше. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира додаст вам мир всегда во всем Господь со всеми вами. Проблема, друзья, в том, что мы порой не воспринимаем всерьез Писание. Написано там. Кто-то говорит, да кто там эту Библию написал? И в этом проблема. Потому что все Писание, оно Бога вдохновенно, да, и оно полезно. Оно полезно. Нам нужно понять, что Писание, оно полезно. Полезно в первую очередь для тебя. Слово Божье полезно, оно в первую очередь для тебя. И там написано, что оно полезно для чего? Для наставления, для исправления. Я не хочу избавляться от людей. Помнишь, он говорит, пусть хромлющее, оно не совратится, но лучше исправится. И вот Слово Божье, оно должно исправить и скорректировать нас. Скорректировать. Бог посылает свое слово, чтобы не уничтожить тебя, чтобы мы сейчас вот не вычислили. А кто? Ты работаешь? Нет, все, мы тебя, короче, все, давай, иди. Слово Бог посылает. Слово Бог посылает, чтобы дать корректировку и направление, пересмотреть свою жизнь. Я сегодня, и есть такой грех, бесчинство называется. В некоторых церквях отлучают за три вещи. Это блуд, бесчинство и клевета. Блуд, бесчинство и клевета. Вот, иди, если не покаешься, тебе места среди нас нет. И знаешь, я понимаю, что Бог, он повышает свою планку. Я недавно слушал, вчера буквально слушал одного пророка, да, он говорит о святости. Известный такой пророк, он говорит о святости. Он говорит, мы входим в этот сезон святости, мы должны осветиться церковью. Он говорит, меня больше не волнует, меня больше волнует то, что происходит в Доме Божьем, потому что суды начнутся с Дома Божьего, описание говорит. Чем происходит на Олимпиаде. Кто-то, о, там на Олимпиаде вот это, вот это происходит, вот это. Он говорит, меня больше беспокоит и тревожит то, что происходит в Доме Божьем. И мы должны разбираться в то, что происходит в Доме Божьем. И он говорит, и я чувствую, приходит сезон, когда мы должны осветиться. И он приводит пример, вот это издеяние, когда просто они солгали Духу Святому, и они, ну, как бы погибли. люди, семья, во время жертвоприношения ничего такого не сделали, они просто утаили что-то, да, они что-то, какую-то неправду сделали. Это, он говорит, это был такой сезон, это был такой сезон, когда Бог очень близко, когда очень близко Бог, и они согрешили в Божьем присутствии. И я чувствую, что, знаешь, Бог, Он не оставит такой церковь, Он будет поднимать планку. Мы должны переходить от силы в силу, от славы в славу. Если мы хотим здесь видеть великие чудеса, да, великие чудеса совершает Дух Святой. Если мы хотим видеть реальные чудеса, чтобы там с колясок вставали, рак исцелялся, еще какие-то вещи, мы должны изменить отношение к Духу Святому, потому что без Духа Святого мы ничего не сможем сделать. Это не просто я должен поменять свое отношение, да, там, несколько, вот, команда ближайшая, это церковь, мы, как церковь, должны изменить отношение к Духу Святому. И дальше там написано, да, кто крал, впредь не кради, да, и дальше там тут же написано не оскорбляйте Духа Святого, крик, злоречия, познали Христа. И в нем вы чему-то научились отложить прежний образ жизни. Сегодня смотришь, с христианом разговариваешь, не понимаешь, что ли ты в 90-е попал. Ты вроде христианин уже 22 года, разговариваешь с человеком, как будто тебя в 90-е затянули. Думаешь, ты что вообще? Это неизмененная природа. Тебе что там? Было хорошо, ты же там чуть не умер. Бог тебя спас для другой жизни, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Древнее прошло, отсекай древнее. Ты что держишься за мной? Ты вроде христианин, а походка, как в 90-е. Ничего не поменялось. Разговариваешь, ничего не поменялось. Ни в мозгах, ни в жизни, ни в чем не поменялось. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества, ожесточения сердец их, они дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали, в нем научились, так как истинно в Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего, облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости, истине. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу, гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте место дьяволу, кто крал впредь не крадил, лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания. в вере, дабы оно доставляло благодать слушающих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. чтобы оно доставляло благодать слушающих. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречия со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Мы все хотим, чтобы наша жизнь поменялась. Мы все хотим. Спроси, хочешь, чтобы твоя жизнь поменялась? Хочешь, чтобы отношения в семье поменялась? Хочу. Хочешь? Все хотят. Вот просто это исполни, и ты увидишь, как перемены прибывают. Вот это твоя часть. Вот то, что Слово Божье говорит, это моя ответственность. А Бог побеспокоится, чтобы со своей стороны что-то сделать. Высвободить благодать для твоего дома, для восстановления твоей семьи, и тому подобное. Невозможно. Ну, не вливают нового вина ветхие мехи. Порвет. Мы не можем одной ногой быть в царстве девяностых, а другой ногой в царстве Божьем. Ну, не бывает такого. Не бывает, разорвет. Просто это царство, они идут. Знаешь, почему порвет? Если хочешь, ну, ты как бы давай тренируйся. На шпагатом, ну, тренируйся. Потому что эти царства, они идут в разном направлении. Одно царство катится в ад, а другое на небеса. Поэтому тебя и разорвет. Одна нога будет там, другая там. Так не получится. Так не получится. Нам нужно прибиться к какому-то берегу, к одному. Я правда говорю? Всю жизнь, вот сколько, 20 лет во Христе больше, всю жизнь Бог меня освобождает, очищает от ветхой, от старой природы. И влечет меня все глубже, более глубокое освящение, более глубокое посвящение Богу, тому подобное. Я хочу, чтобы мы помолились. Бог мне сказал, что Он будет давать идеи. Знаете, как Бог работает? Он говорит, если у кого недостает мудрости, допросит у Бога. Вот у Бога есть все, что у нас недостает. Не только мудрости. Во-первых, у Бога есть все, что у нас недостает. Вот ты должен понять, что у твоего Бога есть абсолютно все для тебя. И для меня все есть. Но мы не все имеем. И мы, первое, мы должны осознать, сказать, слушай, Бог, но у меня чего-то недостает. Я вроде, ты великий, да, а мне не нравится моя жизнь. Не совсем нравится. Меня не устраивает. Вот, наверное, вот с этого все начинается. Мне чего-то не хватает, недостает мудрости. Недостает мудрости в воспитании семьи, детей, в экономике. Недостает мудрости. И знаете, как Бог работает? Бог работает, ну, как Он работает? Либо Он тебе дает откровение от Духа Святого. Да, когда ты молишься, просишь, Господь, дай мне, ну, тебе приходят какие-то мысли, какие-то идеи. Но это высший пилотаж, по сути. Когда ты имеешь отношение с Духом Святым, Он тебя корректирует, Он тебе показывает, Он тебе дает направление, как Петру Иисус говорит, заплыви на глубину, закинь сеть, и ты обязательно там будет улов. Но не все так поступают. Писание говорит, богатые и бедные встречаются друг с другом. Для чего? Для того, чтобы... Нам нужно не пропустить эти встречи. Если есть люди богатые, я не говорю, богатые это те люди, которые имеют опыт больше, чем у тебя. Вот я себя, да, я понимаю, что мое служение, это быть священником. Я понимаю, что я должен увидеть этих людей, вот эти встречи. Мне нужны вот эти встречи с более помазанными, с более мудрыми, сильными священниками, которые проходили свои испытания, которые имеют помазание. И я стремлюсь к ним. Я стремлюсь туда. Я хочу эти встречи иметь. Так же и в экономике. Если ты не можешь зарабатывать деньги, есть люди, которые умеют зарабатывать. И тебе нужны эти встречи. Для чего? Для того, чтобы чему-то научиться. Для чего? Чему-то научиться от человека. Если Бог тебя не может научить, тебе нужен человек, тебе нужны эти встречи, от которого ты бы мог чему-то научиться. У нас даже здесь есть предприниматели, которые чего-то достигли в этой жизни. По плодам узнаете их. По плодам, по результату. Ты можешь прийти и сказать, слушай, возьми меня на работу. Научи меня. Научи меня. Научи меня. Не обязательно даже в церкви. Есть люди, многие в миру, они умеют зарабатывать деньги, но мы не должны просто сидеть, говорить, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Господь, пастырь мой, вот месяц, Господь, пастырь мой, я не буду ни в чем нуждаться. Я буду целый месяц, утром, вечером, в обед буду провозглашать. Если бы это работало, мы бы здесь двери запечатали, закрылись и как бы начали тут грибосодить. Но Бог, Он по-разному работает. Он посылает человека, богатого, у которого больше опыта, чем у тебя. Насколько ты это распознаешь, насколько ты поймешь это. Я хочу, чтобы мы молились. Молились, потому что не всегда только жертва высвобождает благословение. Не всегда. Не всегда. Это работает. Но не всегда почему-то. Не знаю. Когда-то Павел, если взять Писание, Павел говорит, я научился жить и в изобилии и в недостатке. То есть у него разное было. Разное в жизни. И так же в свободное время он там палатки шил, что-то делал. Проповедовал там. Шил палатки, что-то делал. Поэтому разное время мы должны чему-то научить. я научился. Было разные времена. Изобилие. Был недостаток. Было изобилие. Ему не надо было шить палатки. Был недостаток. Он шел и делал палатки. Знаешь, что у нас братья, он ваннами занимается. Кто-то сантехникой занимается. Еще чем-то занимается. Но нам нужно искоренить всякое бесчинство, друзья. И в первую очередь из себя. Из себя. Сметвигался. Он был крутой в сантехнику. Он зарабатывал. Муж Божий Сметвигался. И он всегда говорил, если Бог перестанет меня обеспечивать в служении, я пойду и буду работать спокойно. Если я увижу, что Бог перестал меня обеспечить, я пойду. У меня нет проблем. Пойду. Я не пойду красть. Я просто пойду трудиться. Я Богу сказал, Бог, если ты меня перестанешь обеспечивать, но я все равно пойду куда-нибудь. Что-то буду делать. Я что делаю? Я не буду там, знаешь, молиться. Бог, что за ерунда? Ты же Господь мой обеспечитель. Все обетования выпишу. Нет, я пойду просто что-то делать. Буду делать. Я не буду сидеть на месте. Давайте встанем на нашу мать. И Бог мне сказал, Он говорит, я буду давать идеи. Буду давать идеи моим людям, верным людям. Какие-то идеи, какие-то откровения. У нас здесь брат служил, да. Сильная проповедь. Он говорит, я молился, я был в нищете, но Бог дал мне идею. Просто приснился сон, дал мне какую-то идею и сегодня, да, у него есть бизнес большой в некоторых городах, который обеспечивает его служение. Либо ты от Бога допросишь у Бога, либо увидь человека. Если Бог тебе ничего не говорит, начни искать человека богатого, помазанного, который богатый, который способен научить тебя. Давайте будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь. Господь, мы приходим к Тебе и мы признаем, что у нас недостает. У нас недостает. И у Тебя вся мудрость, у Тебя все ресурсы, у Тебя все золото и серебро. Нам недостает. И мы приходим к Тебе и мы просим, Господь, мы просим, дай нам мудрости, Господь, дай нам направление, дай нам мудрости, дай нам направление Духом Твоим во имя Иисуса. Дай нам это понимание, дай нам это откровение, как Ты желаешь привести нас на злачные пажики. Ты желаешь, мы знаем, что Ты пастырь добрый, Ты желаешь заботиться о нас, Ты желаешь нас привести на злачные пажики, чтобы мы что-то имели, чтобы мы сделали доброе своими руками во имя Иисуса, чтобы мы имели награду за тот труд, который мы трудимся. Пусть придет это понимание, чтобы мы должны качественно трудиться во имя Иисуса. на работу словно русском дарабу словно рыба габуша на вода лорабусу лобри с рибу губу сон донорабаса на гресты бра бана дакан дарабу либо губуша на вода лобусу лобри стебра облабан или кеста лобри господь мы хотим быть открыты для тебя мы хотим быть честными перед тобой говори господь в наши сердца корректируй нас мы не хотим ожесточаться но мы хотим иметь понимание тебя угождаем ли мы тебе господь все ли мы правильно делаем господь мы просим тебя во имя иисуса измени господь нас измени мы хотим меняться мы хотим преображаться в твой образ аллилуйя слава тебе иисус слава тебе иисус аллилуйя